Нас в стране миллионы, рожденных в СССР. Мы помним, как жилось в многонациональной дружной семье 15 республик и с трудом осознали потом, что живем уже в разных государствах, но помним все хорошее, что связывало советский народ. Современные школьники понятия Советский Союз знают только из учебников истории. 30 декабря исполнится 100 лет со дня образования этого по-своему уникального государства – Союза Советских Социалистических Республик. Преподаватели истории из Курагинской школы номер 3 Татьяна Дубова подготовила для учеников школы небольшую экскурсию в прошлое их бабушек и дедушек, мам и пап. Наша выставка посвящена событию, столетию образования Советского Союза. Готовились мы к этой выставке еще с прошлого учебного года. Вот идея возникла тогда именно. Собирали вещи, продумывали, что мы можем представить на этой выставке. В подготовке к этой выставке участвовали как педагоги, так и дети, приносили свои вещи, которые связаны с историей Советского Союза. На этой выставке мы рассказываем ребятам о том, как было образовано это государство. Но политике мы посвящаем меньшее, как говорится, количество времени или внимания. В большей степени выставка направлена на знакомство детей нового поколения, о том, как жили советские люди. Поэтому в нашей выставке можно выделить несколько таких моментов. Часть выставки посвящена создателю Советского Союза Владимиру Ильичу Ленину. Другая часть выставки посвящена советским вооруженным силам. Здесь представлены форма, армейские альбомы и другие предметы, связанные со службой в армии. Особое место выставки занимает школа, советская школа, общественные организации, пионерии, комсомольской организации, учебники советского времени, журналы и газеты, которые выписывали и читали дети того времени. Мы ведем рассказ о том, чем была насыщена школьная жизнь того времени. Особое место занимает и часть выставки, которая посвящена именно предметам быта, жизни советских людей, их увлечением. Например, это хобби, собирание значков, открыток, фотографии актеров. Есть интересные предметы, которые вызывают удивление у детей, потому что эти предметы сейчас не используются в жизни. И рассказ о них тоже вызывает большой интерес. На этой выставке разрешено все потрогать. И это очень важно, потому что современное поколение, на мой взгляд, устало уже от какой-то картинки. А то, что можно потрогать, подержать в руках этот предмет, потрогать, попробовать, как он вообще устроен, этот предмет. Многие предметы, например, бытовая техника, они действующие. Мы показываем, как они работают. Особый интерес у ребят вызывает вот эта часть выставки, посвященная фотографии. Здесь представлены удивительные предметы, которые тоже очень интерес вызывают у ребят. Ну, например, вот этот предмет. Это фотоаппарат «Смена». Этот фотоаппарат записан в книге рекордов Гиннесса, как самый массовый фотоаппарат, который когда-то вообще выпускался. Ребятам показывается и связь этого фотоаппарата. Например, смотрите, на фотографии изображен герой бриллиантовой руки, который тоже в как держит этот фотоаппарат «Смена». Здесь представлены другие модели фотоаппаратов, уже более профессиональных, зенит, фет, а также необходимые предметы для создания такого чуда, как фотография. В этой части экспозиции представлены советские деньги, бумажные и монеты. И большой интерес у ребят вызывает информация о том, что можно было на эти деньги в те времена купить. На 3 рубля, на 20 копеек, на 5 рублей, на 25 рублей. Эта небольшая, но интересная выставка, уверены, поможет лучше узнать историю своей страны, хоть и рассказывает она о вполне бытовых и простых вещах. И добавит школьникам пятерок по истории.